Всем привет! Сегодня я решила сварить суп солянку в нашей замечательной мультикухне Redmond. Вот я приобрела такую мультикухню. Я уже показала вам видео, что это за прибор и как он им пользоваться. Ну в принципе там и можно жарить, и варить, и выпекать, и все что угодно можно делать. Вот этот прибор, он полностью заменяет кухню, все приборы. Приборы пароварка, фритюрница, сковорода, жарка, варка, выпечка, духовка. В общем, все-все-все находится вот в этом замечательном таком приборе. Ну а рецепт солянки я взяла вот из этой книжечки, в которой очень много рецептов разнообразных и горячих, горячая выпечка. В общем, не буду перечислять все. Книжечка с картинками и полностью рецепт, и все ингредиенты. В солянке вот сейчас я вам покажу. Вот она так выглядит. На картинке выглядит вот так суп солянка. И вот все ингредиенты, которые там нужны. Но сейчас я вам покажу подробнее и полностью, как это все делать, на какой программе, как готовится это блюдо. Вообще, скажу вам честно, суп солянку я не делала сама. По-моему, даже никогда, а может быть делала когда-нибудь в молодости, но уже не могу вспомнить. Но суп солянку я как-то ела еще в детстве. Мы ходили с родителями в кафе «Дружба». У нас в Ростове на Садовой было кафе. И очень это кафе славилось своей солянкой. И даже приходилось выставить очередь для того, чтобы войти в кафе и поесть эту солянку. Она очень нравилась моим родителям, но мне тоже. Поэтому я с удовольствием сейчас буду готовить этот суп вместе с вами. Что нам нужно для супа? Ну, во-первых, нужно филе говядины. Там немного. Это я буду все взвешивать. Для этого нам необходимы весы. Кухонные весы у меня есть. Нужны охотничьи колбаски, копченая курица, соленые огурцы и даже немножко рассола. Картошка, лук, морковь. Нужна соль, растительное масло, томатная паста. В тарелку мы потом уже в конце будем ложить сметану, лимон и можно оливки. Но оливки я не люблю, поэтому я их не стала покупать. Лавровый листик, специи нужны и полтора литра воды. В общем, это все продукты, которые нужны нам будут для супчика. А сейчас я все это хочу почистить, порезать, подготовить. Вернусь потом к вам. Ну вот я почистила овощи и взвесила, в общем-то, продукты на весах, сколько чего нужно. Ну, из мяса нам нужно филе говядины 300 грамм. Дальше копченая курица 200 грамм. И колбаски охотничьи 130 грамм. Это все уже взвешено. Дальше из овощей нужно 400 грамм картошки, 100 грамм морковки и 70 грамм лук репчатый. Дальше нам нужны соленые огурцы 130 грамм и рассол от соленых огурцов 100 грамм. 40 грамм растительного масла, 100 грамм томатной пасты, ну, лавровый листик и соль. Я, наверное, может быть, использую соль вкусную. Она там уже со специями идет, чтобы не думать, какие сюда специи положить. Специи ложите сами на вкус, перец тоже на вкус. Я, в общем-то, перец, я сюда класть перец не буду. Ну, а теперь мясные вот эти все три вида и овощи, огурцы соленые и овощи. Вот это все нужно нам нарезать средней соломкой. Я думаю, это, наверное, как-то так. Хотя, может быть, мне бы хотелось срезать не соломкой, а, скорее всего, даже вот такими, как кубичками. Мне кажется, это интереснее будет выглядеть. Так, сделаю немножечко от себя тяну, чуть-чуть по-своему. Я отмерила все строго по рецепту, именно количество, чтобы здесь было соотношение продуктов правильное. А вот резать, я думаю, можно немножечко от себя, как душа лежит. Вот она у меня лежит. У меня душа лежит кушать вот это вот такими вот кубичками. Ну вот, я колбаску нарезала вот такими вот кубичками, но мне почему-то душа попросила вот так порезать. И поэтому я делаю по-своему. Дальше. Корочку тоже я взвесила копченую. Я очистила ее от кожуры, убрала, удалила жир, кожу и кости. То есть оставила только одно филе. И я так думаю, что тоже я вот такими вот средними кубичками это дело порежу. Мне почему-то вот хочется такие кусочки, чтобы были в тарелочке. Такие вот примерно. Вот курочку я нарезала вот такими кубиками. Ну и теперь вот филе. Я вырезала филе из говядины. Вот это вот тоже, может быть, сейчас удалю. И нарежем также ее соломочкой говядину. Говядину я просто режу вот поперек, поперек волокон. Стараюсь резать такой небольшой, допустим, ломтик. И потом, по мере возможности, вот я его не вдоль, а поперек стараюсь, если это получается, поперек волокон, чтобы оно быстрее сварилось, это мясо. Говядина все-таки дольше варится. В общем, говядина не ровными кусочками получается. Ну я и просто такие вот небольшие кусочки делаю, для того, чтобы оно сварилось быстрее. Вот и все. Ну вот мы нарезали теперь говядину. Так, мясо у нас готово. Сейчас приступим к овощам. Морковку, лук мы можем нарезать в одну тарелку сложить, а вот картошку нам нужно будет отложить отдельно. Мы сначала будем на режиме жарка вот эти все овощи соберем, кроме картошки. Картошка будет уже только на режиме варка. Поэтому соломкой лук и морковку порежем. Это такой довесочек небольшой. Ну вот морковку и лук я нарезала вот такой соломкой. Ну лук я порезала пополам и потом еще на три части и вот такая соломочка получилась. Мне кажется, вообще это не принципиально. Ну кому какая нравится форма, такую и делайте. Мне кажется, просто надо, чтобы было просто небольшие кусочки, можно даже кубиками. Вот. Ну и теперь приступим к картошке. Картошку тоже я сделаю такой небольшой соломкой. Ну вот и картошку порезала я вот такими вот. Ну соломка не соломка, а кубики не кубики. Ну в общем что-то такое среднее между соломкой и кубиками. Ну как душа лежит, так вот и режу. Все. Вот огурцы, видите, получаются соломкой. Соломка мне здесь, просто вот душа лежит соломкой порезать, я ей порезала. Ну вот теперь все. Включаем режим жарка. Выбираем продукт мяса. Оно у нас стоит. И в общем-то все. Здесь стоит 18 минут, но мы можем время поставить. Время нам надо 15 минут. Все, время выставлено и ставим старт. И пошел разогрев. В общем сейчас мы туда кладем морковку, лук первым делом. Затем нам нужно положить туда курицу, курицу, колбасу, соленые огурцы. Процесс пошел, жарка у нас уже началась. Ну вот это нужно периодически будет помешивать. Вот сейчас я все это размешаю. Сюда тоже нужно еще положить томатную пасту. Теперь все лежит, что нужно. 15 минут мы это обжариваем. Петербургский университет. Там не скрывать здесь нечего. Отношения были. Родители знали об этом. Но о том, что в этих отношениях было что-то не так. Было что-то противоестественное. Приятное, что для них, для родителей, это было крайним шоком. Это неожиданность. Теревиктор не предполагал, что Сарауф может уничтожить любовницу. Никто в том, что в этом окружении. Кстати, люди вернут. Девочки, я готовлю с музыкой. У меня здесь же радио есть. И вот я поставила программу. В этой мотив-кухне есть радио. Вот сейчас я выбрала волну 101.2. И слушаю музыку и жарю заодно. Помешиваем периодически. Жарка, когда я установила, выставила время 15 минут. Отчет обратный начинается не сразу, как нажимаешь «Стар». А именно с того момента, когда прогрелась костюля или сковорода, что именно до нужной температуры. Тогда начинается обратный отсчет. Если у кого-то такая мульти-кухня есть или будет, чтобы не терялись, не пугались, начинается обратный отсчет. Только чуть-чуть позже, не сразу. Итак, режим жарка у нас подходит к концу. Осталось уже меньше минуты. Поэтому я уже выкладываю мясо. Вот закончился режим жарки. Прошел сигнал. Мясо я перемешаю. Затем я выкладываю картошку. В общем, мы уже туда добавляем оставшиеся ингредиенты. Это мясо, картошка, рассол. И полтора литра. Я уже горячей воды добавляю. Сразу уже закипятила чайник. Полтора литра воды. Теперь наша солянка в сборе. Мы все это перемешаем. Лавровый лист я положила. И можно посолить. Но с солью аккуратно. Потому что соль я беру вкусную. Так как она тут с зеленью, с приправами. Я беру совсем чуть-чуть ее. Совсем немножечко. Потому что там соленые огурцы и соленый рассол. Я не знаю, как будет по соли. Лучше посолить потом уже в тарелке. При том, что я люблю недосоленое. Поэтому с солью аккуратненько. Закрываем крышку. Ставим режим суп. Продукт мяса. Программа 1 час. Суп 1 час. Программа мяса. Старт. Теперь можно идти и заниматься своими делами. Когда суп сварится, тогда и будем мы его пробовать. Ну вот, наконец, наш супчик сварился. Суп приготовился. Вот такой вот симпатичный получился супчик. Суп солянка вообще пахнет. Он когда только начался готовиться, уже сразу начал пахнуть. И сейчас я хочу его уже попробовать. В тарелку уже можно положить сметанку, можно положить лимон. И если кто-то любит, можете положить оливки. Но я их не люблю, поэтому я их даже не покупала. Попробуем на вкус. Сейчас попробуем на соль бульончик. Девочки, кстати говоря, соли вполне достаточно. Ну, по крайней мере, для меня я бы вот уже и больше не стала бы. Я не буду больше солить. А если кто-то любит соли побольше, значит, можно это уже посолить. Уже в тарелке. Сейчас немножечко выдавлю лимончик, чтобы немножко добавилось кислинки. Девочки, суп нереально вкусный. Вот еще одно классное блюдо мне добавилось в копилочку. И вам тоже. Немножечко сейчас подожду, пока остынет, и буду кушать. Ну, а на этом я хочу свое видео закончить. Ссылочку на мультикухню я оставлю внизу. Кому нравится, заходите по ссылочке. И можете посмотреть там и характеристики, и вообще данные. Но хочу вам сказать, прибор очень классный. Мне нравится готовить в мультикухне. Ну, а на этом все. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok